окружность и будет нарисован вписанный четырехугольник, он любой, то есть эти четыре точки взяты абсолютно любым образом. Ну а это так? Нет, не важно. Вписанный четырехугольник, сейчас увидите. Теперь начинается вот что. Я отмечу середины сторон четырехугольника, у любого адреса есть единственная середина, отмечу середины сторон и отмечу центр описанной окружности. Ну слушайте, это уже, поскольку окружность тревая, то вопрос очень философский. Если нарисовать точно цикл, то точно и получится. Если нарисовать криво, как я, ну значит криво получится. Ребят, важно не это, важно, как называют вот эти четыре мы. Чем является прямая для форта вот этой? Перпендикуляр? Абсолютно верно. Это серединные перпендикуляры. Это серединные перпендикуляры. Давайте их называть синие прямые. Вот эту точку обозначим буквой О. Это центр описанной окружности. Центр описанной окружности четырехугольника. Точка О лежит на пересечении четырех синих прямых. Вот так? Да. Вот теперь я нарисую еще одну картину. Абсолютно произвольный четырехугольник. Хотите вписанный, хотите не вписанный. Хотите даже не выпуклый. И рассмотрю середины сторон. Скажите, пожалуйста, если их соединить вот так вот отрезками, какая получается фигура? Пролограмм. Правильно. А почему? Не слышу. По теорему Вариона. Правильно. Совершенно верно. Вот это утверждение называется теорема Вариона. Получается, мы делим четырехугольник на два треугольника. Да. И получается, что вот этот отрезок, а то средняя линия вот этого треугольника, а этот отрезок, средняя линия этого треугольника. И, соответственно, средняя линия параллельна этой линии, а эта линия параллельна этой. Соответственно, пример параллельный. Все все поняли? Да. Спасибо вам большое. Но почему они равны эти точки? Равны половине диагонали. параллельны той самой диагонали. Вареньон – это французская математика-механик. Теорема, согласитесь, нехитрая, теорема абсолютно понятная, замечательная. Стороны вот этого параллелограмма параллельны диагоналям четырехугольника, а по длине равны половине диагонали соответствующей. Так вот, господа, я хочу сейчас нарисовать на этой картинке параллелограмм вареньона. Поскольку он есть у любого четырехугольника, значит, он есть и на этой картинке тоже. Отлично. Я на соседней картинке буду рисовать другие прямые. Давайте их буду называть зелеными. Предполагается, что это два одинаковых четырехугольника два раза нарисованных. Нет, это же верно для любого. Для ясности я их нарисовал более-менее одинаковыми. Но вообще-то, как бы, это можно делать для любого вписного четырехугольника. Так вот, зеленые прямые будут устроены так. Вот здесь, смотрите, есть точки, те самые середины. На левой картинке я проводил серединный перпендикуляр. А сейчас делаю совсем по-другому. Опущу перпендикуляр из середины стороны на противоположную сторону. Что это будет означать? Это будет означать примерно вот так. Идея понятна? Да. Так, ребят, у меня что-то нет здесь возможности в точности вымерять углы. Но если вы возьмете действительно чертежные приборы, то вы убедитесь, что эти прямые проходят через одну точку. На этой картинке проблем не было вообще никаких. Потому что, разумеется, центр описанной окружности существует. И, соответственно, синие. Так, все понимают, да? Серединный перпендикуляр состоит как раз из точек, равно удаленных от концов отрезка. И поэтому центр описанной окружности обязан лежать на всех четырех синих прямых. А почему зеленые пересекаются в одной точке? Оказывается, для того, чтобы это доказать, мы должны понять, какая существует связь между прямыми зелеными и прямыми синими. Мы должны на обеих картинках нарисовать параллелограмм Вареньйона. Чтобы понять, как связаны между собой прямая зеленая и синяя, я сейчас нарисую диагональ параллелограмма Вареньйона напрямую. Вот две диагонали, и все идеально. И здесь то же самое, да? Здесь будет точка В. И теперь я задам вопрос. Как связаны между собой прямая ОК и вот эта вот зеленая прямая. Давайте я эту зеленую прямую обозначу L, а вот эту синюю прямую обозначу M. Между прочим, они параллельны. Это все понимают? Почему они параллельны? Потому что это перпендикулярия к одной и той же прямой СД. Согласны? Вот эта вот была перпендикулярная к СД, и эта прямая тоже перпендикулярная к СД. Поэтому, если я сейчас, господа, нарисую отрезок СД в уносной чертеже, нарисую отрезок СД, возьму у него середину, это была точка K. Нарисую синюю прямую, эта прямая у нас обозначена буквой M. Нарисую отрезок KM. Вот здесь вот есть точка M. И нарисую зеленую прямую, которую мы обозначили буквой L. То смотрите, что у нас получится. Вот эта точка как называется? Середина. Середина отрезка KM. Как она называется у нас? P. Совершенно верно. Это перпендикулярная? Да. Это перпендикулярная. Господа, это перпендикулярная. Я считаю, что я готовил чертюж, чтобы вы сейчас решили задачу. Поскольку дело было долгое, напомню, что вообще надо было сделать. Вы должны сейчас объяснить, почему зеленые прямые пересекаются в одной точке. Напоминаю, что такое зеленая прямая. Это через середину стороны вписанного четырехугольника проведенная прямая перпендикулярно к противоположной стороне. Условия все вспомнили? Я считаю, что я подготовил чертеж, даже вписанный четырехугольник два раза нарисовал. Просто проблема в том, что когда рисуешь зеленые и синие прямые на одном чертеже, слишком много линий, и это сливается. Я работал в два раза больше с вписанным четырехугольником, но мне кажется, что сейчас видно, где зеленые, где синие. Правда? Видно. Отлично. А решение? Если сделать центральную симметрию относительно точки П, то синие перейдут в зеленые прямые. Есть такое понятие поворот на 180 градусов. Или то же самое центральная симметрия. Посмотрите, пожалуйста. Если повернете вот этот отрезок, то точка К перейдет в точку М. Согласны? Помните, что вот эти углы разные. Представьте, вот такой угол поворачивается до 180 градусов. Тогда вот это красное переходит в это красное, а этот луч синий переходит вот в этот зеленый луч. Значит, при повороте вокруг точки П до 180 градусов синяя прямая переходит куда? С на. В зеленую. А теперь внимание. я с чего начал рассказ? Вспомните, пожалуйста. С того, что четырехугольник вписан в окружность. Правильно? Там была точка О. Каким свойствам она обладала? С центральной окружности. Она лежала на всех синих прямых. Правильно? Да. Значит, когда я делаю вот этот троносной чертеж, когда я делаю этот троносной чертеж, где-то здесь лежит точка О. Я не знаю, где. Ну, где-то обязательно лежит. И если здесь где-то есть точка О, то симметричная ей точка, давайте обозначим Ку, лежит на зеленой прямой. Понятно? При повороте до 180 градусов О переходит в Ту. Значит, если точка О лежала на всех синих прямых, то точка Ку будет лежать где? На всех зеленых. Пойдемте на исходный чертеж. У нас здесь есть точка О, здесь есть точка П. Значит, точка Ку где? Примерно вот здесь. Она симметрична на точке О. Посмотрите, вообще-то хоть я и рисовал без инструментов, но в принципе вот здесь так вот провести, то примерно так и получится. Где-то здесь точка Урань. Где-то здесь точка Ку. О точка пересечения синих прямых ку точке пересечения зеленых прямых. Задачу решили? Или нет? Да. Решили. Отлично. Решили. 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 Продолжение следует...